Удивительные красоты цветы, совсем непривычные для местных широт, гигантская морковка, кабачки и даже тыквы. В Нырмаре наградили победителей конкурса «Чистое подворье». Участие в этом году в нем приняло 99 человек. Конкурс проводится Союзом пенсионеров в 19-й раз. Тему продолжит моя коллега Ольга Русул. Картошка, капуста, морковка, букеты салата и ароматный укроп с петрушкой. Фойе КДЦ «Арктика» – выставка продажа «Дары за поляре». Свои садово-огородные достижения на суд общественности представили участники и победители конкурса «Чистое подворье». Он проводится уже в 19-й раз среди пенсионеров, проживающих в частном секторе. И в этом году, как отмечают организаторы, Ненецкое отделение Союза пенсионеров России, желающих показать свои садово-огородные достижения, было рекордное количество. Без одного участника 100 человек. Это на 20 садоводов больше, чем в прошлом году. Выбрать лучших из них – задача непростая. Конечно, это сложно. Поэтому у нас очень часто, и сейчас тоже, два первых, два вторых, два третьих. А Рябинушка, поскольку там очень много дворов, я вам сказала, сколько, так они, значит, делают даже возрастное такое деление. Возраст самых опытных конкурсантов – за восьмой десяток. Валентине Федоровне Поздеевой – 90 лет, Любови Семеновне Беляевой – 86. И несмотря на почтенные годы, обе с удовольствием занимаются огородничеством. Интересно, вот все, уродилась какая-то картошка необыкновенная. Это куст, картошки растет. И на картошке, на этих, на пазушках, на пазушках еще растет картошка, как груша. И потом еще растет. Победители, чтобы без обид, выбирали от каждого клуба общения пенсионеров. На местах создавались комиссии самих жителей. Вместе смотрели, обсуждали, словом рассматривали кандидатуры на общественных собраниях. Очень было сложно выбирать места кого-то. Мы даже по два первых, по два вторых, по два третьих сделали. Очень сложно. Всех очень хорошо. Кстати, двор Тамары Семеновны общественность тоже признала лучшим. А самой участнице конкурса присудили первое место. А вот активу клуба «Юбилейный» выбор дался легко. Дворов много, но в основном землю хозяева выделяют под картофель. Мы ходили, вот у нас как бы руководитель клуба, сейчас она отсутствует. Мы с ней ходили по участкам, оценивали. Ну, так вот уже. Ну, у нас участников-то немного. Поэтому так-то сложно выбрать. Всего несколько дворов, зато какие экзотические овощи, кустарники и деревья совсем непривычные для наших заполярных мест. Вера Якименко, на участке которой произрастают даже удивительных расцветок помидоры, говорит, все потому, что зимой не хватает красок. Кроме того, хозяюшка в свободное от огородной эстрады время вяжет необычайной красоты носки и коврики. Вот именно что суровые условия, очень надоедает зима. Это чернота, это белые-черные цвета. И потом хочется что-то цветного. Многочисленные победители, а только первых мест было семь, получили заслуженные призы и похвальные грамоты. Организаторы надеются, что в следующем юбилейном для конкурса году участников станет еще больше, а их приусадебное хозяйство станут еще краше. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.